А что смогут сделать гетты? Это будет очередная битва. Скажем так, у геттов немного так особо разнообразия. Из таких вот выдающихся юнитов это знатные копейщики, знатные мечники. Ну, доспешные копейщики. Вот стрелки у них очень достойные. Это дакийские тяжелые лучники и дакийские лучники, также дакийские тяжелые застрельщики. Вот по этой части у них все очень достойно. В противнике я выбираю Армению. Армения это к восточным фракциям относится. Но у них что-то такое. Вот эти ковры, какие-то топорники, какие-то копейщики. Ну, скажем так, тоже немного разнообразия. Поэтому я возьму знатных всадников. Будет у меня командиром мой генерал. Я хочу посмотреть, что из себя представят знатные мечники. Поэтому это будет костяк армии. По кавалерии. Всадники с копьями, наемная афракийская конница. Их можно всего три отряда взять. Я возьму. И возьму еще всадников с копьями. Ну, вот сколько хватило, собственно, я взял. Наверное, еще прихвачу в отряд лучников. Вот. Что смог набрать на ультрабюджете. Вот так вот получилось. Здесь даже не знаю, картлийские топорники или знатные копейщики. Но гоплиты точно не потянут. Но пусть будут катафракты. Это будет генерал. Пусть он будет истинный воин. Картлийские топорники. Это будет основа пехота. У них есть еще царские катафракты. Я даю им царских катафрактов. Пускай будет. Также, я думаю, что не помешает какая-нибудь еще кавалерия. Или не кавалерия. А, стрелков не хватает, да? Ну, пускай будет пару отрядов стрелков. Ну, пускай будет вот так. Три отряда стрелков. Вот с такой армией будем сражаться. Что касается карты. По карте будем сражаться возле Афин. Предположим, мы там встретились. Лето, день. Не хочу дождь. Пусть будет сухо. Поехали. Есть у меня мысли по поводу того, как играть гетами. Компанию. Армения очень просто. Очень просто. Одна из самых легких фракций в игре это Армения. Если вы будете за нее играть на легендарном уровне сложности, я не думаю, что там будут какие-то проблемы. Даже думаю, что их скорее всего не будет этих проблем вовсе. Так. Я выстраиваюсь. Я выстраиваюсь в достаточно классическую расстановку. Так. Вот так. Вот так выглядят, собственно, знатные мечники у гетов. Мне кажется, это что-то типа присягнувших у арвернов. Ну, в общем, стандартная тяжело экипированная тяжелая пехота, которая хорошо вам может себя показать в ближнем бою. Поехали. Вот лучники у них тут всякие. Ну, я скажу, что гетами интересно играть. У них есть и стрелковые отряды, есть и тяжелая пехота. Да и вообще есть копейщики там разные. Скажем так, не скудненький выбор. Ну, он, конечно, не сильно богатый, но и не совсем-то и скудненький, если так взять по-хорошему. Я выдвигаюсь вперед этой армии, ускоряюсь. Тут присутствуют элитные персидские лучники, которые, ну, смогут хорошо драться, я думаю. Ну, вот эти топорники, пехота армянская. Не знаю, посмотрим, посмотрим, что они сейчас смогут. Больше всего мне нравятся катафракты. Вот у них тут шлемы такие классные. Это элитная кавалерия. Эта элитная кавалерия намного чего способна. И я думаю, что сейчас я буду их драконить застрелами. Застрелами. Посмотрим, что из этого получится. Пехотой пойду сразу вперед. В кавалерии попробую зайти в тыл. Ну, кавалерия должна быть хорошей. Всадник из копья. Это какая-то средняя кавалерия в нелитной. Давайте. Ой, прошу прощения. Что-то... Как-то слишком все начал форсировать. Да что такое, а? Не выбрал я отряды. Так, 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 так. Да. Все верно. Вперед, парни. Да нет, не так же. Вот так. Вот так я хотел сделать. Вот так. И вот так. Видите, сюда. Давайте. Давайте попробуем что-то сделать с этими фотофрактами. Фотофрактами. Но был Хорсмен. Да. Пошел застрел. Я не понимаю, почему они не убивают. По всей видимости в них. А, вот же отключена функция. Я понял. Да. Это, конечно, фейл. С моей стороны. Ряды уже-то дрогнули. А ряды-то наши дрогнули. Побежали, парни. Пора рубиться. Погнали вперед. Погнали вперед. Давайте, парни. Стреляйте. Че вы тут? Совсем никого не убили. Вот они опять догнали. Да, короче, толку, я так понимаю, не будет. Стоя застрял, ни хрена. Наши бегут с поля боя. Да, конечно, не бегут. Царские катафракты, царские катафракты. Давайте конница им, впиляюсь, посмотрю, что будет. Ага. Знатные персидские ручники уже бегут. Здесь полуокружение. Наши тут почти все уже бегут с поля боя. Так. В эту сторону. Отдавайте сюда. Так. Угу. Так. Катафракты все врезаются практически в... Вот так. Посмотрим, что из этого получится. Угу. Ну, мне все так просто. Мне все так однозначно. Покажу. В этой битве. Все-таки сражения продолжаются еще. Они вот, видите, отвели. Стоит мне во фланг зайти, они сразу ударят в тыл. Попробую здесь. Не знаю. Вот эти уже очень в центре истощены. Царским катафрактам я практически не нанес урона. Давайте влежемся сюда в тыл. Надоело бегать. Сзади где-то. Угу. Куда-то они тут все резко назад начали отбегать. Тут такая мотушня какая-то. Давай уже, сражайся в центре. Наши остались без снаряжения. Какой-то получился сумбур-бекон, честно говоря. Вроде неплохо эти картлийские топорники держатся. Все-таки недооцениваю топорников. Наши остались без снаряжения. У них... Пока не сильно понятно, вот куда все как-то так разбежались. Резко. Хотя... Наши бегут с поля боя. Пехота еще сражается. Я даже тут вот... Вижу, что уже спекся отряд. Кавалеры я так долго победить могу. Так. Ну, катафракты, я так понимаю, очень помогли в этой битве. Все-таки зарешать. Элитная все-таки такая кавалерия. И причем они с топорами. То с мечами, то с топорами, то с копьями. Ну, понятно. Военачальнику хана. Давайте, парни, сражайтесь. За что вам заплачены деньги? За что я вам плачу? Наши бегут с поля боя. Какой позор. Они что-то махаются, махаются. Я думал, эта пехота зарешает, честно говоря, гетская. Но она что-то совсем никакая. Ну и катафракты. Вот сейчас располовенят здесь все. Неплохо, неплохо. Погнали. Все. Тяжелая победа врага. Ну, я бы не акцентировал то, что их было чуть-чуть больше. Все-таки тяжелую пехоту практически... Практически у них вся тяжелая пехота выбита. Кроме там, вот, катафракт. Но, как ни странно, эффективно показала себя тяжелая пехота гетов. Это знатные мечники. То есть, за счет них долго получилось продержаться. Достойная пехота, я считаю. Однозначно. Все-таки она уступает этим топорникам. Я же говорю, просто все решили вот эти катафракты. Здесь кавалерия оказалась никакая просто. То есть, от слова совсем. Поэтому, если в игре гетами вы будете играть против армян, у вас все шансы. Только сбалансируйте состав армии так, чтобы было что сопоставить этим катафрактам. Потому что в Малую Азию, когда пойдете, скорее всего, придется сражаться с Арменией. На тот момент она уже будет где-то там, где первая в начале игры. Вот, собственно, есть над чем подумать. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok